Получить детские смеси, каши, молоко и бифидок в скором будущем можно будет только по электронным социальным картам. Пилотный проект по их использованию стартует в Наринмаре и поселке Искателей с 1 апреля. Родителям, имеющим право на бесплатное детское питание, получив такую карту, уже не нужно будет ежемесячно ходить к врачу за рецептом. Льготные рецепты на детское питание будут выдаваться сроком на полгода. Инициаторы проекта утверждают, внедрение электронной системы будет удобно всем участникам этого процесса. О плюсах новшества, о том, где и как получить электронную карту, представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения рассказали на брифинге журналистам местных СМИ. Вот так выглядит электронная социальная карта МИРНАУ. Результат совместного проекта администрации региона и Ненецкого информационно-аналитического центра. Такая карта будет подтверждать право любого жителя округа на получение полагающихся ему мер социальной поддержки. В перспективе всех мер, которые предоставляются за счёт окружного бюджета. Но пока проект находится в пилотной стадии. Право первыми воспользоваться электронным новшеством выпало родителям, имеющим льготное право на получение бесплатного питания детям до трёх лет. По словам Сергея Свиридова, электронная социальная карта облегчит жизнь мамам и папам. Первое упрощение – это сокращение количества походов для получения рецептов. То есть сейчас их нужно получать каждый месяц, подтверждая своё право. С момента получения карты это надо будет делать раз в полгода. Это первый момент, который облегчает существенно решение этого вопроса. Дальше мы планируем, что они по межведу будут передаваться непосредственно в адресную социальную помощь информационную систему. Соответственно, получая рецепт, даже потом не надо будет повторно приходить в МФЦ. Этот вопрос сейчас технически прорабатывается. Если две системы будут взаимодействовать, то именно будет в последующем так. Внедрение электронной системы учёта льгот исключит бюрократическую волокиту. Обладатели карт освободятся от необходимости подтверждать своё право на социальную помощь дополнительными справками и документами. Инициаторы проекта утверждают, с внедрением электронных карт порядок выдачи питания не изменится. Так же, как и сегодня, предъявив электронную карту в аптеках Ненецкой фармации, можно будет получить молочные и кисломолочные смеси, безмолочная каша, сухую молочную смесь для недоношенных и маловесных детей, а также специализированную смесь для питания малышей с непереносимостью лактозы. Рецепт на них будет выдаваться на полгода. Если питание не подойдёт вашему малышу, педиатр выпишет другой рецепт. Этот вариант мы тоже обговаривали, они смогут поменять на то, что необходимо. Потому что питание выдаётся также не на месяц, а не выдаётся на полгода сразу. То есть, если рецепт будет у вас на полгода, получить питание по карте, сейчас у нас по контракту отпускает Ненецкая фармация, смогут получить только в месяц. Кроме Ненецкой фармации, детское питание отпускают в ВИТе. Ежедневный молочный набор на каждого ребёнка составляет 200 мл детского молока и 200 мл кефира в день. Порядок выдачи в ВИТе также не изменится. Раз в два дня. Потому что по контракту, который заключается, срок годности предусмотрен не более трёх дней. Соответственно, как и сегодня, так и по социальной карте накопления не предусмотрены. По порядку можно только получать продукцию за два дня. Таким образом, внедрение электронной системы исключит возможность накопления. И единоразово получить детское питание, к примеру, за неделю уже не получится. По прошествии двух дней система будет обнулять львоту. По словам Сергея Хабарова, руководителя молочного предприятия, электронная система будет удобной и родителям, и работникам магазинов фирменной сети. Более оперативно будет и более доступно будет. И потом не надо в бумажную процедуру ввести эти карточки, что неудобно. То оборудование, которое необходимо для того, чтобы с этими картами работать, мы уже закупили, уже установили. Не адс будет нам сопровождать. Мы с ними не имеем договорные отношения. Значит, у нас три точки в искателях. Магазин номер 2 в Кажготе и магазин номер 1, где мы сейчас с вами находимся. Электронная карта именная, а значит, оформить ее могут только законные представители. Мамы и папы, опекуны, попечители, приемные родители детей до трех лет. Есть два варианта, как оформить социальную карту. Через МФЦ или региональный сайт госуслуг. В последнем случае получать ее в любом случае придется в многофункциональном центре. К заявлению необходимо приложить рецепт врача, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, а также фотографию заявителя. Если фотографии нет, ее сделают специалисты центра в день обращения. Карта будет готова через шесть дней. При утере повторный ее выпуск придется оплачивать. Напомню, сегодня проект «Электронная социальная карта» находится в пилотной стадии и пока реализуется только для родителей, имеющих право на бесплатное детское питание. Заявления на выдачу карты уже можно подавать. Действовать они начнут с 1 апреля. Сегодня льготами на получение питания для детей до трех лет за счет окружной казны пользуется порядка одной тысячи человек. Социальная карта позволит реализовать принцип адресности предоставления соцподдержки. Кроме того, она поможет вести точный учет льготников и услуг, которые ими востребованы.